Три медали в копилке российских спортсменов. Такими стали итоги двух ярких и насыщенных дней этапа Кубка мира по сноуборду, который прошел на банном в минувшие выходные. Уральские горные склоны объединили более ста сноубордистов со всего мира. За них болели и переживали сотни зрителей, в том числе наша съемочная группа. Чем запомнится спортивное событие, расскажем в нашем следующем сюжете. Один за другим на сцену выносят два десятка флагов. Ровно столько стран представляют участники соревнований. В третий раз горнолыжный центр Металлург Магнитогорск принимает этап Кубка мира по сноуборду и в третий раз превращает его в большое спортивное событие. По традиции перед началом соревнований торжественное открытие. Спортсменов и болельщиков приветствуют организаторы и почетные гости мероприятия. Добро пожаловать на Южный Урал. Сегодня горнолыжный центр Металлург Магнитогорск встречает настоящий праздник спорта. Мы проводим первый этап Кубка мира по сноуборду. И я рад приветствовать наших гостей со всего мира. Безусловно, кто-то из сегодняшних спортсменов, кого мы с вами увидим, завоюет олимпийские медали, потому что этот сезон предолимпийский. И к нам приехали лучшие спортсмены мира. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призеры различных соревнований. Для нас это и ответственно, и почетно. В этом году в соревновании участвуют 125 спортсменов из 20 стран. Мы будем за вас болеть и надеемся на успешное выступление нашей сборной, в которой участвуют и наши земляки. Успешного выступления и ярких побед. В первый день этапа Кубка состоялся параллельный гигантский славам. Сразу после официального открытия начались финальные заезды. В них приняли участие сноубордисты, которые прошли квалификацию. Хорошие результаты показали 9 российских спортсменов. В их числе сноубордистка родом из Монтогорска Полина Смоленцова. В одной восьмой финал она уступила своей сопернице. В интервью Полина призналась, расстроилась, ведь рассчитывала на пьедестал. Поддержка сильно ощущается. У меня здесь родители, мой молодой человек. И вообще все просто знакомые. С детства все равно катаемся на этих склонах. Поэтому едешь, все желают удачи, поздравляют. Это, конечно, приятно. Мощную поддержку ощутили, пожалуй, все наши спортсмены. Говорят, болельщиков слышно было еще на старте. По итогам первого дня российская сборная завоевала две медали. 18-летняя спортсменка София Надыршина показала блестящий результат в финале. Она опередила немецкую сноубордистку Рамону Хохмайстер. Не первый раз встречаемся. И это такая трасса, что может повезти и ей, и мне. Поэтому все сильные, но остаются сильнейшие. Среди российских мужчин бронзовым призером стал Андрей Соболев. Равных не оказалось спортсмену из Кореи Санхо Ли. Не менее зрелищным стал и второй день соревнований. Сноубордисты выступали в параллельном слаломе. Квалификацию прошли четыре российских спортсмена. Наталья Соболева, Анастасия Курочкина, Дмитрий Логинов и Уик Вайлд. По итогам финальных заездов Анастасия Курочкина ворвалась в тройку лидеров и стала обладательницей бронзовой медали. Золото у швейцарской спортсменки Джулии Цок. Три сезона подряд на банном. Она не уступает никому в параллельном слаломе. Я очень эмоционально на все реагирую, эмоциональный человек. Более того, в квалификации у меня были некоторые сложности, но я очень вообще рада, что вот так все получилось. С своим результатом я очень рада, довольна. В этот раз на пьедестале среди мужчин нет российских спортсменов. Обидно, наверное. Однако у сноубордистов еще будут шансы завоевать медали. Впереди очередные этапы Кубка мира и Олимпиада в Пекине. После награждения зрители еще долго не отпускали сноубордистов. Просили у них автографы и фото на память. Они же поблагодарили организаторов и болельщиков за оказанную им мощную поддержку. Спасибо организаторам этих соревнований, что каждый год они проводят на таком высоком уровне. Идеальная трасса, идеальную погоду. Может, они тоже идеальную делают сами. Я не знаю. Публике спасибо большое, что нас поддерживают. Мы их уже второй год подряд не подводим. Стараемся как можем. В этом году это первый этап Кубка мира. Еще, конечно, много ребят нераскатанных, в том числе я. Но все равно золото есть, бронза есть. Спасибо большое. Это все благодаря им. КОНЕЦ! КОНЕЦ! КОНЕЦ!